Итак, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать скоростной салат из обычной белокочанной капусты. Вчера мы делали соленую капусту, солили. Вот стоит она на столе у нас, настаивается через пару дней, ее можно будет раскладывать по банкам. А сегодня у нас по программе, как я сказал в начале, рецепт скоростного салата из белокочанной капусты. Состав. Капуста, уксус, черный молотый перец. Итак, начинаем! Все, что нам требуется, это капуста, нож и, естественно, вот такая вот терка. Так, сначала мы разделываем нашу капусту. Этот листик нам пригодится, чтобы накрыть потом ее после разделки, чтобы она не усохла. И делим вот этот вилок на две половинки. Так, для салата мы оставляем вот эту половинку, а вот эту аккуратно накрываем листиком и убираем. Он нам не нужен. С этого мелочка, вот с такого вот хорошего, мы сейчас уберем все ненужное. Пересохшие кусочки, может быть, где грязные, не знаю. Вот такой у нас получился шматик капусты. И сейчас мы его на этой терочке в мисочку перетрем. Я ее предварительно разделил еще на две части, для того, чтобы эти части спокойно входили вот в эти вот полозья на терке. Сейчас мы в течение нескольких минут все это перетрем. Поехали! Так, это лишнее убираем, а потом ножиком доработаем. Вот, что у нас получается. Вот такая у нас капустка. Очень тоненько, очень хорошо режется. Следить нужно за тем, чтобы, не дай бог, ваши пальцы тоже не попали под эти ножи и не оказались в скоростном салате без этой булокочанной капусты. Так, аккуратно, чтобы она на стол не сыпалась. Так, это снимаем. Все, аккуратненько убираем. Чем хороша такая терка? Тем, что буквально в течение нескольких минут можно перетереть огромное количество капусты, не затратив при этом тех усилий, которые мы обычно тратим при нарезании капусты ножом. Потому что все-таки это дело трудоемкое, долгое, медленное. А у терки есть несколько ножей. Один раз провел и капуста уже порезана. Причем она порезана довольно тонко. Я, конечно, не великий повар, поэтому я тонко резать капусту не умею ножом. И поэтому хвалю терку, которая действительно в отношении меня делает сумасшедшие чудеса. И натирает капусту очень-очень тонкой соломкой. Так, вот это у нас получилось из остатков капусты. Вот такая у нас капустка получилась. Если ее нарезать ножом. И вот какая у нас получается соломка, если ее нарезать на этой терке. Сейчас мы смешиваем вот это вот. Добавляем сюда. Отлично. Так, первая часть у нас готова. Вот у нас получилась большая миска натертой капусты. Сейчас же мы ее будем сдабривать уксусом и добавлять черный молотый перец. Я специально не говорю про соль, потому что соль в этот скоростной салат у нас не добавляется. Пикантности придает перец и уксус. Ну а соль просто-напросто заставляет капусту выдавать больше сока, чем положено. Поэтому в этом салате у нас никакой соли абсолютно нет. Итак, начинаем добавлять наши ингредиенты. Это у нас одна ложечка. Винного уксуса. Вторая ложечка винного уксуса. Третья. Количество уксуса зависит от количества капусты. Так, ложка нам больше не нужна. Сейчас мы слегка помьем нашу капусту, чтобы уксус, залитый сюда, равномерно распределился по всей миске. Ну и заодно те кусочки, которые были порезаны ножом, точно так же равномерно распределились между соломками капусты, прошедшей обработку на деревянной терке. Часть пойдет сразу на съедение, а часть мы заложим в баночку. Закроем и отправим ее на хранение в холодильник, чтобы потом съесть ее с жареной картошечкой или с пюре, или просто с картошкой, посыпанной укропчиком. Сдобрены котлетками. В осенние месяцы, в зимние месяцы это самое то, особенно если мы делаем соленую капусту, квашеную капусту. Там у нас образуется фолиевая кислота, которая помогает нашему организму держать иммунитет на том соответствующем уровне все зимние месяцы, который необходим организму, чтобы выжить в борьбе с различными мелкими простудными заболеваниями. На такое количество капусты нам нужно как минимум одна полная чайная ложка черного молотого перца. Но у меня здесь вот в этой штучке перец шариковый, поэтому приходится крутить, чтобы он высыпался нормально. Есть, пошло, пошло. Там был просто черный молотый перец, а здесь еще немножечко душистого. Как в анекдоте, немножко перца и высыпается вся перечница. И теперь опять перемешиваем эту капусту с перцем, который мы сюда добавили. Напоминаю еще раз ингредиенты этого скоростного салата из белокочанной капусты. Капуста сама соответственно, несколько ложек винного или яблочного уксуса и как минимум чайная ложка молотого черного перца. После того, когда мы все это сюда добавили, аккуратненько, хорошенечко еще раз протаптываем в миске эту капусту, чтобы она пустила как можно больше сока. И напоминаю еще раз, никакую соль мы сюда не добавляем, потому что в данном салате соль не предусмотрена в рецепт. Кто-то сказал там на видеоканале, надо же, начинали канал как канал для боевых искусств, а теперь скатились в сторону кулинарных шоу. Хочу заметить, что канал не был рассчитан как пропагандист восточных единоборств или там чего-нибудь еще. Изначально канал создавался как социальная, забыл как это по-русски, по-немецки называется социальный ангажемент, то есть как помощь в соцсорбле, делиться своим опытом, познавать что-нибудь и так далее. В этом году мы просто-напросто решили канал немножко реанимировать, впихнуть туда кое-что из восточных единоборств, кое-что из приколов, кое-что из прогулок, отпуска и так далее, чтобы канал немножко начал работать. Так, вот смотрите, вот у нас получилось столечко капусты, салатик, ну-ка попробуем. Так, уксуса можно добавить еще. Сейчас. Уксуса можно добавить еще. Отлично. Итого у нас уже здесь получается, по-моему, четыре с половиной ложки уксуса. Вот у нас готова баночка, сейчас мы ее будем закладывать. Баночка на один литр, сейчас мы ее наполним нашим скоростным салатиком из капусты, а потом будем все, что останется, поедать с вареной картошкой. Салат уже настоялся, запах обалденный от этого салата, немножечко трамбуем, чтобы занимало меньше места. Вот, вот так вот ее в эту баночку. Такой салат очень классно идет с жаренными белыми грибами. Достаете баночку из холодильника, смешиваете с грибочками и поедаете. Обалденная вещь получается. Так, немножечко трамбовать. Готово. И закрываем крышечку. Вот у нас получилась баночка скоростного салата из белокочанной капусты. И эту баночку мы сейчас убираем в холодильник. А все, что осталось у нас в миске, идет сейчас на обеденный стол. Ну что ж, с рецептом скоростного салата из белокочанной капусты мы закончили. Желаем всем приятного аппетита. Делайте, повторяйте за нами. Это очень классный рецепт, офигительный рецепт. Особенно в осенне-зимние месяцы, когда и так у человека витаминов не хватает в организме. А тут целый арсенал. Делитесь своим опытом, делитесь видео с друзьями. Не забудьте подписаться на наш канал. И всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok